Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сейчас я сажусь пикировать свой перец. Я в данном случае буду пикировать горький перец, но это не важно, это относится ко всем. И расскажу вам немного, в каких случаях пикировка для перца обязательно. Потому что вы все знаете, я уже много раз говорила, что выращивать перец можно с пикировкой и без пикировки. Но иногда пикировка просто необходима. Вот этот лоток вы наверное уже видели, сто раз я показывала, про него я снимала видео. Почему лучше не сеять несколько сортов в один лоток. У меня нынче получилось так, что семена не мои по обмену, я посеяла несколько, вот один, второй, третий, четвертый. И два сорта не взошло вообще. Лоток стоит полупустой, поэтому мне, чтобы не занимать место под солнцем, под лампой, я лучше вот эту группу, которая взошла очень хорошо, дружно, как солдаты, я ее быстренько сейчас распикирую, а в этот лоток посею новые, посевы свои семена, займу весь. И еще, даже если бы взошли они у меня все, еще второй случай, когда пикировка необходима, вот первый случай, когда несколько сортов и взошел, например, один, то лучше его, конечно, распикировать, освободить лоток. Второй случай, когда всходы вот такие, как у меня, частые, дружные, их, конечно, лучше уже разделять. Потому что и сам принцип пикировки, что такое пикировка? Это пересаживание вот этих загущенных посевов в отдельные емкости, в другие емкости порежи, или даже в эту емкость, но просто рассаживание порежи с небольшим углублением стволика, если рассада вытянувшаяся. Вот, потому что у меня, она здесь густая часто, они вот такие вот получились удлиненные. У них прекрасная корневая система, вот видите, уже хорошо развитая корневая система. И вот эти вот длинные стволики, я сейчас углублю, заглублю их, тут еще вырастут у меня корешки, и это будет им только на пользу. Почему у меня получилось так вот густо-густо-густо? Потому что семена незнакомые, не мои, и я посадила на крайний случай, взойдут, не взойдут. Вот видите, как, вот тут вообще не взошли, так же густо посадила, а здесь взошли все до одного. Мне их нужно срочно пикировать. Я сейчас буду пикировать и покажу вам, как происходит у меня пикировка. Это очень простая, быстрая процедура, ничего сложного в этом нет, но она приносит только пользу растению. При пикировке я не поливаю землю в лотке, ни когда делаю бороздки, ни когда делаю ямочки, ни когда посажу. Сейчас расскажу, почему. Опять так же, чтобы сильно не переувлажнять грунт, чтобы не образовалась черная ножка, полью только сами растения, потом под корень. Так же, как при посевах, я сделала вот такие дорожки, ну, чтобы рядки были ровные. Сделала углубление, углубление делаю по длине саженца. Если я вижу, что саженец длинный, видите, у них какая длина, они длинненькие такие, то я заглубляю до конца. Еще в чем различие, вы, наверное, видите, что у меня был тот низкий ящик, в который были посевы. Пикирую я в более высокие ящики с более толстым слоем грунта, потому что здесь уже будут более взрослые растенницы. А дальше все просто. Беру сеянец, отщипываю, вставляю. Отщипываю, вставляю. При небольшом опыте, если вы несколько раз проделаете эту операцию, это все происходит очень быстро, чтобы распикировать один ящичек, там, ну, нужно 10-15 минут. Когда сеянцы здоровые, хорошие, они не ломаются, ничего с ними не происходит, можно не опасаться за их жизнь. Я сейчас еще покажу отдельно, как я их вытаскиваю вот с того лотка, потому что тут уже были готовые у меня. Беру простую вилку, как кусок пирога, отделяю. Переношу вот на разделочную тарелочку. Все. Потом на этой на разделочной тарелочке я осторожненько, предварительно, я, конечно, вчера полила лотки, я осторожненько отделяю их от земли. Все. Конечно, если вы делаете это первый раз, нужно делать все осторожненько, не торопясь. И только после того, как я их все разложила, только потом я начинаю полив. Поливаю осторожно, чтобы всю землю не смачивать. Вот поливаю прямо в эти дырочки. Сначала первый раз вот полью в дырочки. Ой, тут одной нет. Если они те сеянцы, которые сильно заглубились, их можно чуть-чуть достать. И только потом я уже присыпаю вот этим грунтом, ну как, закрываю эти отверстия. Таким образом, у меня получается лоток не весь грунт мокрый, а мокрый только там, где растет растение. Потому что вот я уже какой раз говорю, не устану говорить, что в первые, самые ранние сроки посевы не нужно сильно переувлажнять. Это лишний раз вот такая мокрая среда, благоприятная атмосфера для развития грибковых заболеваний. Все, вот так я смачиваю. И то чуть-чуть вы видите, что весь лоток из лейки я не поливала и никогда не поливаю. Этого достаточно. Неделю, первую неделю полив им больше не нужен. Если вам даже кажется, что здесь немного суховато, внутри там у них достаточно влаги. Не переувлажняйте. Черная ножка очень любит прохладу и сырость. Если еще не очень тепло дома, то это все, беда будет. Вот сейчас я доделаю так до конца. Но принцип, не буду вас отвлекать надолго, держать около своим видеороликом, но принцип вы поняли. Все, если рассада, посевы загущенные, если рассада чуть-чуть вот так вот начинается вытягиваться, то лучше ее распикировать, посадить пореже, поглубже. И если у меня тут вот изначально в рядах я сеяла по 13 семечек, то здесь у меня уже я высаживаю по 7 растений всего, значит им в 2 раза больше достанется грунта, в 2 раза больше питательных веществ. Но эта пикировка у меня не последняя. Я потом, когда они подрастут, я их рассажу по отдельным стаканчикам или распикирую в теплице, в отдельную грядочку. Все. Вот этот маленький видеоролик на тему, в каких случаях пикировать перец обязательно, иначе рассада будет терять свое качество, будет вытягиваться, загущенная рассада, она никогда не получается хорошей. Вот на месяц им этого расстояния хватит, в течение месяца они у меня будут здесь жить. Еще забыла добавить, что я начала пикировать, когда у перцев появилось 2 настоящих листика. 2 настоящих листика, это уже сигнал. Можно приступать к пикировке. До свидания. С вами была Ольга Чернова, со своей огородной азбукой, с мелочами, вот с такими маленькими-маленькими нюансами, от которых зависит наш конечный итог, наш урожай. До свидания. Заходите ко мне в группу Огородная азбука, там кому не ясно на видео, можете почитать статьи с подробным описанием и пошаговые фото. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!